Всем привет! Вообще-то я планировала снимать видео о уходе, принесла сюда все свои баночки, я их очень люблю, но сегодня у меня какое-то такое уютное, спокойное, умиротворенное настроение, и мне хотелось бы поболтать с вами, ответить на какие-то ваши вопросы, поэтому давайте я сейчас открою свой инстаграм, прочитаю первый попавшийся вопрос, и давайте просто так в дружеской компании проведем сегодня время. Я не буду называть имена, так как не каждый, наверное, хотел бы этого. Как все успеваешь и остаешься такой красивой и жизнерадостной? Ну, во-первых, спасибо огромное за комплимент, а вот по поводу жизнерадостной, я человек, у которого довольно часто меняется настроение, кстати, если я голодная или если я не высыпаюсь, то у меня может быть очень плохое настроение, но стоит меня покормить и дать мне отдохнуть, я снова буду в строю. Ну, я немножко утрирую, я такой человек, у которого тоже бывают взлеты и падения, ну, наверное, тогда, когда я просыпаюсь и понимаю, что меня раздражает все, я готова практически каждого убить. Конечно же, в такие дни я не снимаю видео, я не делаю сториз, я не выкладываю посты, и, возможно, не все это ощущают или думают, что блогеры, влогеры, они немного фейковые. Я не знаю, как остальные, но я, когда снимаю видео, когда я делаю какие-то фотографии, я отдаю частичку своей личной энергии. К примеру, я не могу снять больше, чем два видео в день, потому что, ну, я просто даже ничего не могу сказать. У меня такое впечатление, что я просто трачу свою энергию, то есть не трачу, а отдаю ее. И у меня потом нет никаких мыслей, иногда после съемки двух видео в день, мне даже не хочется общаться по телефону, мне хочется посидеть в тишине. Поэтому, вы знаете, иногда бывают такие дни, когда там поругаешься с мужем, тебя довел ребенок, конечно же, в такой день я не буду снимать, потому что я не смогу отдать вам вот эту позитивную энергию. Я сама по себе довольно спокойная, как бы, как сейчас, да, иногда я меньше улыбаюсь, иногда больше, но это не значит, что я в плохом или хорошем настроении. Просто, не знаю, бывает так по-разному, я не могу сказать, что я вся такая на положительных эмоциях постоянно. Нет, просто, скорее всего, вы меня видите тогда, когда у меня чуть больше этой жизненной энергии, которой я готова поделиться. Хотели бы вы снимать на польском языке? Пробовали? Нет, не пробовала, но очень хотела бы. Мало того, я с удовольствием смотрю польских блогеров, и я вижу себя среди них. Я вижу ту нишу, которую я могла бы заполнить. Пока что это невозможно, потому что у меня не хватает времени. Я бы очень хотела, чтобы мне кто-то помогал с монтажом, или хотя бы, ну не знаю, отвечать на почту, делать описание к видео, какие-то миниатюрки к видео. Ну, то есть, такую мелкую работу, которая занимает очень много времени. Порой, когда смотришь какое-то 15- или 20-минутное видео, до конца даже не осознаешь, сколько времени мог потратить, в кавычках, другой человек для того, чтобы создать этот ролик. Я очень люблю снимать, я обожаю то, чем я занимаюсь, но пока что я понимаю, что это настолько затратно по времени, и одна с двумя каналами я не справлюсь, если я хочу все удерживать на каком-то определенном уровне. Кстати, с финансовой точки зрения, мне как блогеру гораздо выгоднее было бы работать на польском рынке, потому что здесь все проекты в два, то есть в три раза лучше оплачиваются, и в конечном итоге мои зрители видели бы меньше какой-то рекламы. Это тоже меньше раздражает, я это тоже прекрасно понимаю. И пока что я не планирую заводить польскоязычный канал, но мне когда-то тоже очень хотелось бы столько всяких планов, столько всего, что мне хотелось бы попробовать. Но я также за то, чтобы иметь настоящую жизнь. Я все-таки мама в первую очередь, и я понимаю, что если я начну брать еще больше каких-то проектов, связанных с YouTube, от этого будет страдать моя личная жизнь. И пока что я не готова жертвовать своей настоящей жизнью во имя реализации своих каких-то амбиций, себя как личности, себя как блогера. Пока детки маленькие, все это отходит на второй план. Сколько весишь? У меня, честно говоря, нет ответа на этот вопрос, потому что я давненько не взвешивалась. Я поняла, что я могу зациклиться на цифре. Мне нужна цифра, цифра, цифра. А как выглядит мое тело? Какое качество тканей? Уже не важно. Важна цифра. Поэтому я ориентируюсь на те вещи, которые я носила раньше, когда я нравилась себе, когда меня все устраивало. И пока я в них помещаюсь, все окей. После нового года я буду заниматься своей фигурой. Есть определенная проблема, которая меня останавливает, которая меня ограничивает. Это диастаз, это грыжа. И поэтому я не могу, точнее, я боюсь выполнять какие-то упражнения, чтобы не навредить себе. Я готова пойти к личному тренеру, чтобы она показала мне, как правильно заниматься. И мне хотелось бы больше поработать над мышцами живота. И пока что я не устраняю грыжу, так как я не уверена, что не будет третьего ребенка. Я консультировалась с тремя докторами и пришла к выводу, что на данный момент так. И пойду к специалисту по питанию, потому что мое здоровье тоже немножко подкачало в последнее время. И после нового года я обязательно займусь собой, а пока что не буду объедаться салатами с майонезом. Вы уже определились с рождественским меню? Да, каждый год мы делимся тем, что мы будем готовить. Рыбу всегда готовит папа, ну, точнее, как он ее панирует в сухарях. Там все делает и приносит уже готовую рыбу к жарке. Я не представляю себе, чтобы я принесла живую рыбу домой, убила ее, распотрошила и потом это все пожарила. Не знаю, я ем рыбу, я ем мясо, но я не убила бы курицу или рыбу или даже мышь. Мне кажется, я не способна убить. А все хотят живую рыбу, все продают живую рыбу здесь и многие покупают ее. И потом, как бы, самая свежая рыба на столе. И очень часто, кстати, я готовлю и потом не ем. И я буду готовить все супы, я буду снимать для вас влог. Вы обязательно его увидите. И Рокеты приготовят моя свекровь и еще я буду делать торт. И это, собственно говоря, все. Мы как-то очень много не едим. На второй день с меню я не определилась. Но, скорее всего, это будет или утка, или гусь. Что-то такое. Что подарите мужу? У моего мужа 29 числа день рождения. И я приготовила для него несколько подарков. Во-первых, это любимая паста для волос, которая как-то попалась ему в какой-то коробочке красоты. Она ему очень понравилась. Я ее купила на Look Fantastic. В моем случае это тоже работает. Видите, что-то пробую. И очень часто я как блогер не прошу что-то повторное, чтобы мне кто-то что-то подарил. Я тоже без проблем иду в магазин и покупаю. И купила ему ультразвуковую щетку. И также он хочет организовать классную такую масштабную вечеринку для своих друзей с рестораном, с клубом. И я сказала, что я подарю ему эту вечеринку, скажем так. Сколько вам надо времени перед сном, чтобы умыться, снять косметику и так далее? Это для меня кайф чистой воды. Когда уже никто ничего от меня не хочет. Для меня это релакс. Я очень люблю уход. Причем, если бы у меня был еще кто-то, кого можно было бы намазать и всякое такое, я бы с удовольствием это делала. Я бы даже когда-то пошла изучать косметологию. Настолько мне это нравится. И я могу потратить полчаса или час. Все зависит от того, насколько я устала, насколько быстро я хочу уснуть. И вообще, не тороплюсь ли я куда-то. Ну, в основном, это минут 30, чтобы принять душ. Ну, не знаю, быстрее мне не хочется. Не нравится, я не люблю. Ну, как-то на уход мне не жалко времени. Потому что для меня это способ расслабиться. Отвлечься, перезагрузиться. Какие процедуры вы делаете у косметолога? Мне, наверное, сейчас должно быть стыдно. Так как впервые в жизни я побывала у косметолога год тому назад. В 30-летнем возрасте. И моя интуиция меня не подводила. Правильно делала, что боялась. Мне надавили лицо так, что я просто обалдела. От внешнего вида моей кожи. И, в принципе, от того, как я выглядела на протяжении двух недель. У меня все мои подкожники так воспалились. Она их то ли не додавила. Ну, короче, я не знаю, что произошло. Но я зареклась. И потом мне посоветовали хорошего доктора здесь, в Кракове. Я пошла. Это русскоязычный косметолог. Я не очень хочу делиться контактами. Потому что я потом к ней не попаду. И я сделала мануальную и аппаратную чистку. Такую смешанную два в одном. Мне очень понравилось. Также я делала кислотный пилинг после этой процедуры. У меня не шелушилось лицо. Это был очень легкий пилинг. И я сама довольно неплохо ухаживаю за кожей. Все мои кислотные вот эти баночки мне в этом помогают. И мне также предложили пройти небольшой курс кислотных пилингов. Пока что, я не знаю, буду это делать или нет. Для профилактики мне предложили поставить ботокс в лоб. Но я этого не делала. Что-то еще. Я делала микротоки вокруг глаз. Так как у меня начали появляться отеки еще два года тому назад. Я не заметила какого-то ошеломляющего результата. Не знаю, буду ли я повторять. То есть я делала микротоки на все лицо. И больше всего мы концентрировались именно на области вокруг глаз. И вы знаете, сейчас, когда я смотрю на себя так много, когда я монтирую, когда я снимаю видео, когда я себя фотографирую, мне кажется, что и тут не так. И это что-то вот ухудшилось. А потом я возвращаюсь к своим фотографиям 12-летней давности, 10-летней давности. Я вижу, что ничего у меня тут не нависает. Всегда так было. Просто раньше я не обращала на это внимания. И мне даже косметолог говорит, чтобы я не переусердствовала. И когда я хотела где-то там себе филеры поставить или что, она говорит, зачем? Когда я спрашивала по поводу губ, она говорит, если ты можешь рисовать себе что-то при помощи карандаша, успокойся. Потому что если я что-то там себе вколю, это так быстро не уберется и не смоется, как карандаш для губ. Так что ничего особенного я не делаю и пока что не планирую. Сколько плачете ли вы от умиления? Если да, то в каких ситуациях? Я довольно сентиментальный человек. Я могу и плакать, и смеяться одновременно. Но меня никогда не трогают за живое какие-то мелодрамы, какие-то романтические комедии. Меня больше умиляют какие-то реальные ситуации, то есть то, что происходит в моей жизни. Да, я плачу, меня может растрогать какое-то сообщение, которое я получаю от своего близкого человека. или когда кто-то что-то сделает приятное, когда, не знаю, даже муж принесет чашку кофе в постель. Это что-то необычное, это что-то, что кто-то сделал для меня. Когда два человека вот недавно нашли друг друга, решили официально зарегистрировать свои отношения. И да, в тот момент я плакала, когда узнала, что это скоро произойдет. И как только, так и сразу я поделюсь с вами, если мне разрешат. Потому что я очень ценю вот это личное пространство моих близких. Если кто-то меня просит чего-то не афишировать, что-то не показывать, я, конечно же, никогда не настаиваю, никогда ничего не сделаю, что могло бы затронуть другого человека. Все-таки я публичная личность, не они. Так что, если мне разрешат, я расскажу, поделюсь. Но такие моменты меня очень трогают. За живое даже сейчас дрожит голос, когда я об этом думаю. Нет вопросов. Вы прекрасны. С наступающим. Спасибо огромное. Вас также с наступающим. Я очень ценю вас. Спасибо за то, что вы со мной. И для меня вы настоящие виртуальные друзья. Я не воспринимаю вас как цифру, которая есть на моем канале или в моем инстаграме. Для меня каждый мой зритель это отдельный человек, который по какой-то причине решил быть со мной, заодно со мной в одной команде, болеть за меня, следовать моим каким-то советам, следить за моей жизнью. И это внимание, это время, которое вы мне посвящаете. И спасибо вам огромное за это. Да, и спасибо за комплименты. Вы мне так часто пишите столько приятных слов. И иногда даже не верится, что я все это заслужила. Так что спасибо. Я никогда не устаю говорить людям спасибо, благодарить, даже в реальной жизни. Оля, думали ли когда-нибудь о карьере визажиста? Честно говоря, проскальзывали такие мысли. И в первую очередь я хотела бы пойти на курс макияжа. Есть одна девушка, Клаудия Цукерпудр. Возможно, вы смотрите ее. Если нет, то советую. Она очень приятная. У нее потрясающие макияжи, носибельные. Те, которые не только для инстаграма. Я верю в то, что в реальной жизни они тоже очень красивые. Я даже общалась с ней. Я хотела бы поехать к ней на курс макияжа. Я не знаю, буду ли я красить других людей. Не знаю. Пока что нет таких планов. Но я много раз красила и свою маму, и своих подружек. Я даже помню те времена, когда мне казалось, что я умею краситься. И, наверное, через 10 лет я подумаю о себе вот сейчас так же. То есть, что она думала, что умеет краситься. И даже помню, что красила свою подружку на свадьбу и на второй день после свадьбы. Так что, не знаю, возможно, когда-то. Самые любимые средства у Тайзенберг помимо умывания. Сейчас я не хотела поговорить о косметике, но пока предновогодние скидки, всякие там акции я оставлю в инфобоксе и ссылку на свой инстаграм. Там в закладке шоппинг вы можете посмотреть обзоры на мои любимые люксовые средства. Возможно, вы захотите порадовать себя или своих близких. А по поводу этого бренда я также могу написать в инфобоксе. Здравствуйте! Здравствуйте! Кто-то из подписчиц стал для вас подругой? Да! Самый яркий пример это моя Настя, с которой мы списались. Ну, просто Настя мне написала. Мы с ней встретились через пару месяцев, когда я вернулась из Украины. Причем как-то сразу мы начали общаться на одной волне и мы с ней как бы как черная и белая внешне вообще не похожи, но наши вкусы настолько совпадают, она будет единственным человеком, кто готов на праздники есть отварное брокколи вместо оливье с мясом по-французски. То есть у нас с ней свои какие-то заморочки. Иногда я могу сказать А, а она сама знает АБ. Это удивительно. Откуда вы черпаете вдохновение? Спасибо. Меня вдохновляет абсолютно все. Это может быть какой-то момент в жизни. Это, конечно же, люди, которые встречаются на моем пути, которые есть в моей жизни. Я не человек-пиявка. Я не могу сказать, что я высасываю все из какого-то человека, который находится близко со мной, но для меня очень важен вот этот обмен энергетики, знаний и каких-то эмоций и положительных и негативных тоже. Потому что иногда меня вдохновляют какие-то негативные моменты. Не только все самое сладкое и проснулось, там, не знаю, солнце светит, дома живые цветы, я готова творить что-то. Нет. Иногда тебе нужно упасть на самое дно, чтобы оттолкнуться и подняться вверх, еще выше, чем ты был раньше. И очень часто после каких-то таких эмоциональных падений я наоборот понимаю, что мне нужно взять себя в руки и у меня еще больше мотивации что-то делать не только с собой, не только с работой, но и также работать над отношениями, над семьей. Это сложно, это очень сложно. Но меня также вдохновляет на самом деле и погода, и даже вот Игнашка болеет, просидела я с ним несколько дней. Мне казалось, что просто время остановилось, я не знала никакой день недели, потому что ночью он не спит, тут доктор, тут кушать дома нечего, и потом вот стало лучше и уже есть это вдохновение, вот эта волна стала легче, значит, и настроение лучше, и хочется что-то там делать дальше. Так что вдохновение вокруг нас просто мне кажется, что иногда нужно его научиться улавливать, что ли, видеть какие-то позитивные моменты, и даже если на нашем пути встречается какой-то негативный опыт, то это опыт, и когда очень плохо, я стараюсь думать об этом. Чем бы вы занимались, если бы не блогом, я много раз говорила об этом, я бы хотела работать в сфере маркетинга. Оля, ну почему ты такая красивая всегда? Спасибо огромное! Смотря на тебя, всегда хочется накраситься. А давайте я чаще буду показываться без макияжа. У меня вообще нет с этим проблем. Я смирилась с тем, что это мое родное лицо, мне с ним жить, и если оно кого-то не устраивает, это чьи-то проблемы. Вот, поэтому спасибо за все комплименты, но научитесь любить себя. Я не то, чтобы фанатировать себя, но как бы есть просто так, как есть. При помощи косметики я могу сделать чуть лучше, но косметика не делает меня счастливее. То есть, я обожаю краситься. Дайте мне кисточки, дайте мне косметику, любимую или новую, или ту, с которой приходится побороться, мне это просто интересно, мне это доставляет удовольствие. Но если у меня ее забрать, то как бы тоже будет нормально. Ваш любимый завтрак. Последние где-то полгода я ем одно и то же. Это такой зернистый творожок с какими-то фруктами или ягодами. Зимой это, конечно, немножко проблематично, но сейчас очень часто я ем этот же творог с яблоком и с корицей. Обожаю. Что делать, если дети выводят из себя? Как справляешься с раздражением? Есть мамы, которые утверждают, что их никогда не выводят дети из себя. Я к ним не отношусь. Сейчас это не совсем актуальный вопрос, наверное, потому что все-таки на данный момент большую часть дня дети проводят в детском саду. и когда какие-то там выходные или... Вообще у нас у Захара очень сложный характер, прям очень. Постоянно замечания из детского сада, там то психолога посетить, то еще что-то. Это только из-за того, что он кого-то там толкнул, то есть ничего серьезного не происходит, но сейчас какой-то такой культ родительства и все стараются обращать внимание на мелкие детали и был момент, когда он толкнул ребенка в кусты, не то, чтобы там брутально затолкал ногами, нет, просто оттолкнул, потому что ему кто-то мешал. И нам сказали, что нам нужно посетить психолога. Если бы он рос в таком дворе, как я, то есть мы жили раньше в девятиэтажной гостинке, и там вообще нужно было побороться за свое место или договариваться со всеми, у мальчишек все, наверное, еще сложнее. Я не знаю, как воспитывать ребенка так, чтобы он мог постоять за себя и при этом не был каким-то, не знаю, социопатом и вообще, чтобы его не направляли к психологам. Короче говоря, меня тоже раздражают дети. Иногда бывает такое, что просыпаешься, все нормально, и за пять минут они готовы, они иногда могут вывести меня из себя. И в такие моменты я просто стараюсь отвлечься, то есть их как-то там от себя отделить, чтобы на них не визжать, и мы не бьем детей, но прикрикнуть я тоже могу, и не знаю, стараюсь как-то их наказывать чем-то, что не будет там мультиков, не будет новых игрушек, еще чего-то, чем они любят заниматься, но не знаю, это очень сложный вопрос, но как бы меня тоже можно вывести из себя, поверьте мне. Почему вы не ездите по Европе только по Польше, в Украину и на юг? Ну, во многих странах Европы мы уже побывали с мужем до рождения детей, и сейчас как-то, вы знаете, не очень комфортно, наверное, путешествовать с детьми, то есть, им не так интересно смотреть архитектуру и посещать какие-то там заведения, музеи, тем более, мне хочется, чтобы отдых был в кайф, если бы у нас с мужем была возможность выехать вдвоем, то, конечно же, мы бы ездили куда-то, но я не хочу тягать детей, и если мы куда-то едем, то стараемся что-то посетить, но чтобы это не была затяжная поездка, на один день куда-то в другой город выехать, я верю, что все еще впереди, что успеем посетить на какие-то другие страны. Какое твое любимое блюдо кухня-десерт? Я, вообще-то, фанат домашней еды, к сожалению, я сейчас гораздо меньше готовлю, чем раньше, мне очень нравится итальянская кухня, причем нет какого-то одного блюда, которое я могла бы выделить, начиная от пиццы, заканчивая какими-то салатами, самыми простыми, и когда-то мы были в Италии и я заказала себе макароны с цукини, вообще свежие цукини, то есть не вареное, не пареное и знаете с чем? С корицей. Я что-то не дочитала, я помню, Захар так кричал, он толкнул случайно официантку, которая несла под нос со всеми напитками, я смотрю, это все переворачивается, я уже вижу 100-200 евро, я уже представляю, сколько мне придется за это заплатить, так как маленькая бутылочка колы, там стоило 5 евро, у нее был целый огромный поднос, я даже не знаю, что я там заказала, в общем, принесли мне макароны, и это было так вкусно, то ли вся эта итальянская атмосфера так повлияла, итальянское какое-то настроение, но мне очень нравится итальянская кухня, и когда мы были в пресс-туре в Монако, с Айзенберг, нас забрали в ресторан просто с самой вкусной тайской едой на свете, и если бы я могла отведать какую-то кухню еще раз, я хотела бы еще раз поливать в этом ресторане, потому что это было невероятно вкусно, вообще, нас очень вкусно кормили, спасибо огромное бренду, я люблю их не за то, как они нас свозили, и как они нас кормили, но это было очень вкусно, хотела бы попробовать еще какую-то тайскую еду, хотите, чтобы я рассказала о новой работе мужа, и пусть это будет последний вопрос, я не стану прям как-то глобально освещать эту тему, он работает в австрийской компании, и пока что иногда ездит в офис туда, часть времени он проводит дома, и здесь у него хоум офис, то есть он работает из дома, на компьютере, и в планах тоже польский офис, и он работает в той же бранже, то есть перчатки, разные губки, тряпочки, не знаю, фольга, бумага для выпечки, всякое такое для дома, для быта, я думаю, что на этом мы будем закругляться, надеюсь, что вам было интересно, всех целую, обнимаю, пока-пока!